И мы только что говорили о том, что приезжал Московский художественный театр, был большой триумф, но, несмотря на это, русские не знают хорошо американский театр, американцы не знают русское. Я сам не понимаю, почему так получилось. Ну, в России хорошо, прекрасно знают французский театр, немецкий театр, английский театр. Ну, и в России, и в Америке плохо знают американский театр. Почему так получилось, не знаю. Ну, вроде сказать, железный занавес, то, ну, может быть, потому что природа, из которой возникают эти театры, она разная. Нет, ну, конечно, он всегда восхищается музыкальным театром американским, но драматическим театром. Но все-таки, хотя интерес к Чехову там огромный, да, к русской драматургии, но все-таки русский театр, он весь же рожден из такой безанархии, да, из неустроенности, из какой-то житейской билиберды, что ли. А все-таки Америка обустроенная страна, я не скажу, как там Горький или кто там Саито и так далее, но всегда в случае благополучная, да, ну, хотя бы в смысле мытарства, военных и прочих. Тут же нет такой жуткой истории. Может, это как-то отразилось, что потом... Потом, ну, а кого знают? Знают Уильямса, Олбе, да, драматурга. Я не знаю, для меня это... Знаешь, я когда-то с американскими студентами разговаривал, они меня спрашивают, ну, это была читка Чехова, да, они говорят, а почему русские так неудачно женятся? Это после читки чеховских пьес. Я говорю, а почему что-то еще удачно? Американцы удачно? Да, да, американцы удачно. У нас, ну, трое детей, кажется, в семье там-то. Я говорю, ну, а как Фолкнер, Хемингуэй, Стейнбек, как... Тот же самый Таниси Уильямс. Что-то я не очень-то это читал. Они так сделали паузу, ребята, толковые ребята, но они так сделали паузу, потом говорят, ну, это же литература. А вот в России эта грань между литературой и жизнью, она как-то очень нерезкая, да? Вот такой ответ был. Мол, ну, это же литература. Не знаю, вот вообще это тема для исследования. Ты вот знаешь, американский театр сейчас хорошо, ты должна писать об этом, думать. А скажи, пожалуйста, сейчас мы только что расстались с актрисой, с которой вы будете делать спектакль по чеховским большим пьесам. Ну, есть намерение такое. Есть такое намерение. И этот автор Чехов, автор вашей всей жизни. Какой был, в сущности, первый чеховский ваш спектакль? Первый был... Я с конца начал, с последней пьесы. Вишневый сад в Таллине в начале 70-х годов с великолепным актерским ансамблем. Это... Ну, этих актеров ты, наверное, тут знаешь, я не знаю. Это Юрий Ярвет, который в Солярисе у Тарковского играл, и Короля Лира. Ан Сескала. Это замечательный был ансамбль. Ну, это панцевские артисты, которые совместили опыт российского и немецкого театра. Это вообще такая вот прибалтийская особая штука, эстонская, в частности. Ну, как всегда бывает, один человек делает. Это Вальдемар Панцев, который был учеником Марии Осипной Кнебеля. До этого он играл в немецком театре. И вот это совмещение импризационной природы с жесткой структурой немецкого театра, с жесткой формой и организацией, скажем. Это дало замечательный эффект. Ну, правда, конечно, в советское время они больше шпионов играли в советских фильмах. Ну, манеры получше были. Это был первый. А потом я еще поставил БДТ в Товстаноговском, Вишневый сад, потом Никарагуа, Лос-Хардин до Лос-Сересес. Но, в общем-то, это были вариации на тему первого спектакля. А вот четвертый раз, когда я встал в «Амхате», это совсем другой спектакль. Совсем другой. Я очень рад, что мне удалось освободиться от... Потому что то были вариации на одну и ту же тему. А я видела этот последний спектакль. В чем он? Почему он, наконец-то, вас вывел на другого Чехова? Скажу. Скажу. Потому что я ставил спектакль не о жизни персонажей, а о жизни пьесы. Понимаешь? И это подсказалась история. Это с Давидом Боровским мы делали. И он много. Он в Греции с любимым делал. Вишневый сад еще где-то, по-моему, в Италии. Сейчас точно не вспомню. И я до этого сделал три спектакля. Дело в том, что... Кстати, я был в Америке тогда. Позвонил Табаков и говорит, что... Это, значит, был 2003 год, потому что он говорит, что в следующем году столетие со дня первой постановки Вишневого сада и как бы звезды сходятся, что ты должен поставить к этому дате. Он для меня, конечно, лесным. Все-таки первый спектакль Станиславский ставил. Но когда возник... И вот то, что это надо было ставить к столетию этой пьесы, да, то жизнь, судьба пьесы и этого пространства, в котором впервые играли эту пьесу, даже некоторые моменты были такие слишком злободневные, скажем, там, монолог о шкафе, он обращал к сцене, что сто лет и служило идеям, как там, добра и просвещения, да, то, что он начинал от шкафа, он обращался к этой сцене, да. И принцип сценографии, вот, занавес Мхатовский, который выходит на эту сцену и становится самим... Я думаю, что поэтому это помогло отделиться от первого прочтения, потому что это, как бы, пьеса в этом пространстве, где она начала свою жизнь, да, и поэтому там Давид сделал костюмы с некоторыми шехтелевскими, такими ордаментальными моментами, ну и так далее, так далее. А если говорим о пространстве, и вообще наш сайт занимается театром во времени и пространстве, то ваш последний спектакль в Московском художественном театре – это Мефисто. Да. И как и что вас привело к этому тексту, и в этом именно пространстве его сделать? Потому что мне помнится, что год назад мы еще говорили о том, что только намечается этот проект, и это уже существилось. Да, да. Ну, вообще-то, когда я говорю о пространстве, я говорю даже не о пространстве для самой пьесы в данном случае, а, в общем, когда выбираешь в каком-то городе или стране, что ставить, то решающие два момента – это актеры и пространство. Бывает, даже актеры, кстати, тебе очень подходят, а пространство, пространство и актер – это две вещи решающие. А что касается Мефисто, тут какая-то забавная история произошла. Дело в том, что мне МХАТ предлагал несколько пьес ставить, и, ну, как-то они мне не очень нравились, да. И в очередной раз мне предложили это «Графство Сэвич» или как-то, ну, это я прочитал, но мне это не очень как-то пришлось по душе, и я пошел в театр отказываться. Ну, думаю, ну, нельзя по e-mail, я уже отказывался, надо зайти и отказаться. Я зашел, и когда я сказал, что нет, я не буду это ставить и так далее, меня спросили, а что ты хочешь? Я взял и брякнул Мефисто, нисколько не думая, что это осуществимо. Хотя о самой книге я думал давно. Это было внутри, но как-то так, я брякнул, но сказали, давай. Ну, вот, и в этом пространстве, ну, в данном случае играло роль не пространство художественного театра, а пространство российское. Как бы контекст российской жизни как-то привел к тому, что это произведение Клауса Манна, оно становится все более, к сожалению, актуальнее. Но, как бы это сказать, сейчас скажу. Дело в том, что мы об этом сейчас знаем больше, чем Клаус Манн. Просто потому, что мы дольше жили. Это написано в начале, когда там 3-4 год, по-моему, только все начиналось, а мы знаем, я хрипела ГУЛАГ и много-много всего, да. Слишком много времени, у нас исторический опыт больше. Но чувствовал он острие. У нас-то притупилась реакция к этому делу. А он это чувствовал как первый раз, да. И поэтому это не такой совершенный роман, как проза отца, как проза Томаса Манна. Но он очень реактивный, очень нервный, очень... Хотя, как ты знаешь, там очень много сюжетов, немогучие войти в спектакль, связанные с прообразом этого спектакля, этой книжки, и личной историей его с Глюнгицем и так далее, и так далее. Но сам текст, он для меня был существенный, я поэтому взял очень русского артиста на роль. Во-первых, чтобы отлили лица от Брандауэра, а во-вторых, для меня было принципиально важно, что это не исторический спектакль, скажем так. Если не думать, что мы ощущаем сегодняшний миг как историю. Да, я понимаю. Но сразу после этого, или достаточно быстро после этого, вы перешли на современный текст. Я как понимаю, вы только что закончили репетиции, и у вас будет премьера в Эстонии современного автора. Да, да. И будет современного автора. Да. До этого у меня был американский автор. Брэдбери, виной за дуванчик я поставил в Петербурге. Это астрофизик эстонский, который умер месяц 6 назад и оставил очень нетеатральные тексты, которые совершенно как бы не предназначены для театра, или вернее предназначены для театра. Это называется «Возвращение к отцу». Ну, знаешь, у него такие ремарки там. В комнату входит пустота и постепенно заполняет все пространство. Ну, да, выполни эту ремарку, да. Это почище, чем народ безмолвствует. Но, да, там не очень хороший состав. Ты не видела этот фильм? Он на «Оскарах» был из зарубежных фильмов выдвинут. Мандарины. Мандарины? Я помню, но не видела. Не видела. Я тебе советую, посмотри. Это фильм об Абхазии. И там вот два актера эстонские, которые играют в моем спектакле. Один Лембе Тульса, который ты, может быть, знаешь по фильму Тилину Шпигеля, Алла Вейнаумова. Да. Он был давно замечательный артист. Со второй Эльманюганом, руководитель этого театра, с которым я давно сотрудничаю. Ну, как-то я раз в 6-7 лет ставлю спектакль в Эстонии. Ну вот, а теперь... И вообще в этом смысле ставите спектакль в истории, в Америке, в России. Насколько вообще эта география вообще имеет некое значение по отношению театра? Сохранилось ли некое значение, в какой стране ставите театр? Был когда-то такой доктор искусствоведения Анастасиев. Не помнишь? Нет, не помнишь. Он написал докторскую диссертацию на тему, мол, национальной особенности в Советском театре. И потом, по-моему, книгу на эту тему написал и так далее. Но один раз он крепко выпил, и поскольку я работал и на латышском, и на русском языках, и у него было два театра фактически на латышский и русский в Риге, то он, сильно выпив, спросил меня, а есть какие-нибудь особенности вообще или нет. Ну, есть какой-то поправочный коэффициент на то, что называется, обстоятельства, традиции, но не более чем поправочный коэффициент. Потому что, ну, я же не могу по-разному репетировать. Мы понимаем. Я не могу. Я даже не в смысле национальности, а даже когда там репетировал со Смуктуновским, или с Ефремовым, или с Табаковым, я со студентом репетирую точно так же. У меня нету тут различий, понимаешь. И поэтому там я в Шанхае дядю Ваня ставил, когда два года назад или три, китайский театр, уже имеющий какие-то свои особенности по сравнению. Я же не могу, если я буду меняться, то есть не меняться, а по-другому репетировать в каждом городе или стране, что от меня останется вообще. Да и просто это физически невозможно. Знаешь, это вообще очень интересная вещь. Как-то это вот слова, слов мало. То есть мало не у меня, но у меня, наверное, тоже. Но вообще в нашем лексиконе мало, потому что вот эти слова там творчество, да, какие-то такие неприличные слова, что ли. Но, однако, если есть какие-то, ну, законы, особенности, я убеждаюсь, что они на все распространяются. Что имею в виду? Я вот писал книгу. Я ее писал, и сейчас там вторую пишу, да, я ее писал так же, как я репетирую. То есть нельзя репетировать в одном стиле, да, или вдруг для меня это было открытие, что я пишу так, как репетирую. Я, например, у меня масса недостатков, я не могу, что, наверное, правильно было бы репетировать. А, ну, тут не получается сцена, пойдем в следующую. Потом я пока, у меня нет уверенности, что предыдущая сцена правильно решена, я не могу репетировать следующую. Так же я и писать не могу. Пока у меня нет уверенности, что этот кусок верен, я не могу писать следующую. Или там, скажем, мысль у меня никогда не разбивается прямо. Любой вопрос, который мне задают, я чего-то такой большой круг делаю, да. Я не могу прямо отвечать на вопрос. У меня возникают какие-то другие ассоциации, знаешь, как по дорожке, там, лесу ведешь, там, дорожка направо, налево, потом возвращаешься на главную дорожку. И так вот убеждаюсь, что этот процесс, он единин, потому что, видимо, внутри него лежат твои, ну, какие-то психофизиологические особенности. Твоей психики, твоей органики, я не знаю как. Ну, и так что я вот так с трудом пробиваюсь к смыслу и только в конце понимаю, что я пишу или что я ставлю. Потому что, как сказать, по-моему, замысел это не то, что есть в начале, а то, что возникает в конце. Понимаешь? Вот в конце репетиции, по-моему, возникает замысел. А возникает... В результате того, что ты продираешься через смысл, сквозь пьесу, сквозь текст, сквозь события, пробиваешься к смыслу. И когда ты его постигаешь, возникает замысел. А вот то, что замысел возникает сначала, для меня это очень сомнительно. Это не замысел, это нечто другое. Если бы это было так, то можно было бы сначала написать мемуары, а потом по этим мемуарам жить всю жизнь. Вот это 20 лет взять, написать мемуары. Кемент Брана, по-моему, писал мемуары в 30 лет. Ну, потом жить по этим мемуарам. Потом сложно по ним жить. Очень важно, да. Ну, вот так вот.